С наступлением зимы любители порыбачить спешат за уловом на водоемы области, не обращая внимания на хрупкий лед, который появился пока только у берегов. Сотрудники освода предупреждают, декабрь не всегда открывает сезон озимней рыбалки. В текущем году, в конце ноября уже сложились погодные условия, когда минусовая температура, и на некоторых озерах образовалась корка льда, именно возле берега, но на реках, где имеются проточные воды, еще льда нет. По инициативе Брестского облсполкома в городские районы эксплуатативных комитетов были направлены информация о необходимости принятия распоряжения решений о запрете выхода на лед в соответствии с новыми правилами охраны жизни людей на водах. На текущий момент в 10 районах принято решение о запрете выхода на лед. Запрет подразумевает, что нельзя выходить на лед при его толщине менее 7 сантиметров. Статистика показывает, что наибольшая вероятность травмирования и гибели людей отмечается именно в период становления льда. Поэтому спасатели освода сейчас проводят работу в усиленном режиме с помощью рейдовых мероприятий, в том числе и на плавсредствах. Для профилактических бесед с рыбаками и напоминают правила безопасности. Если раньше было рекомендовано иметь жилет спасательный, то в новых правилах уже объедено четко, что гражданин, который вышел на лед, обязан иметь на себе спасательный жилет. И рекомендовано иметь другие средства спасения. Когда вышли правила охраны жизни людей на водах, мы сразу проинформили через средства массовой информации о том, что внесены такие изменения, чтобы люди понимали, что когда вышел на лед, ты должен иметь одетый спасательный жилет. Если случилось, что вы вдруг провалились под лед, не стоит паниковать. В такой ситуации голова должна быть холодной, чтобы вспомнить те самые правила, как спасти свою жизнь и выбраться из воды. Есть отдельные граждане, которые не соблюдают правила и проваливаются под лед. Что нужно делать, в первую очередь, не паниковать. Не паниковать, оставить руки, чтобы не тянуло на дно, снять с себя тяжелые предметы, сумку рыбацкую, одежду тяжелую. И спокойно попытаться выползти из лунки. Можно двумя способами. Либо перекатом, либо оттолкнувшись ногами от края лунки. И ползком идти к тому месту, откуда пришел человек. Ну, если нет такой возможности, конечно, надо звать на помощь. Тоже мы везде говорим и пропагандируем, что в случае нестандартной, чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 101 или 112. Анастасия Милишкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.